Это у нас тоже, видите, GMP. Собрала я их все, видите. Хочу выбрать наилучшее качество. Корни, конечно же, перелиты. Надо выбрать самую, конечно, из них. Все болеют. Ира только болту. А чем болеют? Чистый червец. Он заражает все, потом листья очень внимательно. А вы такую именно купили? У меня другие, но можно принести с любой другой. А покупали в этом магазине, да? Я уже не помню, принесла. Вот это вот именно следы. Вот эти вот. А что делать? Как лечить? Ну, я их октару такая есть. Развела семерка, заливала, мыла листья, щекала. Вроде-вроде прошло, но уже если начинает болеть, то все. Очень внимательно. А где покупали октару? Магазаев-Горлина. Здесь покупали, да? Ну, ее практически нету. Я только так, из-под полы, по-российски. Да, конечно. Спасибо вам большое за информацию. Вы внимательно смотритесь. Хорошо. Спасибо. Ну, видите, не одна я знаю о том, что цветочки, конечно, придется реанимировать. Ну что, выбираем самую крепкую. Очень такую мне хочется. Стало 4 штучки. Ну да, вот эти вот следы белые, конечно, это говорит о том, что... Ну, цена, видите, это не уценка. Реальная цена. Так, вот видите, то, о чем меня и предупредили. Какие-то прям куколки здесь, видите. Это вот мне очень нравится. У нее так стебли во все стороны. Вот это тоже красиво сформировано. Вот здесь вот стебельки все в одну сторону. На ней я такой нечисти не вижу. Но, конечно, все равно цветочки попусаны. Кассеты GMP. Тут должно быть название, да? Грация. Это Грация. Такого кирпичного цвета красивого. Вернее, такого горчичного цвета эшхидейки. Такая вот цена на них. Очень симпатично. Говорят о том, что обилие трипсов. Вот видите, вот эти вот обгрызанные... Сейчас покажу. Вот эти вот объеденные листики говорят о том, что трипсов... Зашкаливает количество трипсов в таких цветах. Хотя листья, видите, какие красивые. Хорошие, они обработанные. Поэтому, а так как цветочки не обрабатываются, обрабатывается сам грунт, по корням идут обработки, то единственные съедобные места для трипсов, это как раз таки цветы. Цветы и бутончики. Видите, как они засыхают, бутончики. Это тоже работа трипсов. Тут рядышком тоже, видите, какая красивая орхидейка. Тоже с бутончиками не все в порядке. Вот какая симпатишка. Это вот паучок такой интересный. Красивая. В этом стенде что-то более интересное. Очень милая расцветка. Производитель неизвестен. Вот такая перелитая корневая система орхидеи. Потом нам приходится их реанимировать. Видите, вот эти точки тоже говорят о чем? О состоянии корневой системы. Идет уже подгнивание, скорее всего. Вот видите, как перелиты корни. Видите, корни перелиты. Хотя они все раскуплившиеся. Перспектива у этой орхидейки была очень хорошая. Цена, кстати, вот 8 евро. Но так как она была перелита, придется ее, скорее всего, реанимировать. Вот эти тоже симпатичные. Довольно плотные листики у нее. Хотя, конечно, не такие, как у вас в восковых. Вот дендробиумы. Какая красота. Против света снимаю. Плохо видно. Видите? Цены, конечно, очень изменились. Вот смотрите, как изъедено. Видите, да? Вот это все. Это трипсы принесете к себе домой, конечно же. Вот, смотрите, мушка. Вот это вот подгнивание корневой системы. Вот эти точки на стабельках. Ну, а мы ищем что-то достойное для себя. Что бы тут выбрать? Конечно, сразу с расчетом на то, что придется растение реанимировать. Вот эта вот красота необыкновенная, конечно, мне очень сильно нравится. Прелестная, горчичная красавица. Кова Бьюти. Вот 10 евро. Вот такой вот цветоносик. Изогнутый, красивый. Что это? Анастейша? Нет, наверное, не она. Так, 4,50. Смотрите. Тоже, конечно, вся в насекомых. Так. Цена заманчивая. Конечно, это уже, в принципе, рассматриваю ее как реанимашку. Корней мало, хотя корни не перелиты. Реанимация в том плане, что обязательно будут здесь насекомые. Вот эта вот расцветочка меня очень даже радует. Так, желтенькие, желтенькие. Вот эта вот одна. Она такая средняя, да? Что она, мультифлорка? Она просто два стебля, а три стебля даже. Но она не похожа на мультифлорку. Так, вот это пульсация называется сорт. Такая пеструшка-ребушечка. Так, ну и что, вернулась я вот к этой вот красавице. Не дает она мне покоя, честно я вам скажу. Она такая восковая. Вы слушайте, она такая... Сейчас я ее поставлю по сравнению с обычными орхидеями, да? Чтобы размер вам показать. Вот смотрите. Вот ее размер. Она несколько мельче. Меньше цветочек от силы. Пять сантиметров. Четыре-пять. Цвет у нее, конечно, завораживает. Вот такая она, средняя. У меня есть вот такая вот. Вот такая вот у меня есть. Красота. Хова бьюти, да? Хочу ей подружку такую прикупить. Может быть, может даже и быть. Вот так вот они по размеру, конечно, отличаются. Это у нас тоже, видите, GMP. Ванта такие. Интересная расцветка. Корни. Вот ванта. С той стороны такая рыженькая. Сейчас покажу. Вот это вообще такая красивая. Мне нравится очень рыжий цвет. Красота. Смотрите, нашла целый стеллаж. По цене евро сорок. Но они в таком ужасном, убитом просто состоянии. Чисто для экспериментов. Потому что видно, что они очень сильно заражены. Ну, видно, да? Состояние листиков, какие они. Даже не знаю, стоит ли мне связываться. С этим меня муж точно прибьет. Муж мне скажет. Мне уже он сказал. Не приноси домой блохастые орхидеи. Вот так и сказал. Вот тут они все. Внимание. 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 Просто белые. Белые крапочки. Так, здесь ничего особенного. Розовых очень много. Если только такая вот симпатяшка. Посмотрю ее. Она бесценная. Хочу белую мультифлорку. У нее несколько мельче лепесточки, но их очень много. Цветет необыкновенно долго.